Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Рассталась с мужем 3 года назад, любила, а он изменял и обижал, была в себя при расставании неправильно, стыдно, прожили 23 года, ему 57, мне 53. Тяжело мне, встретила человека хороший, но другой, ощущение чужой, хорошо ко мне относится, я отношусь к нему тоже хорошо, но мучаюсь и опять мне тяжело, не хочется жить. Наталья, скажите, пожалуйста, в чём ваш вопрос? То есть, вот, можете ли вы сформулировать тот запрос, который вы направили бы к психологу? Вот, чего вы хотите? Это первое. Второе, мы можем только на основании вашего весьма небольшого текста, значит, используя косвенные какие-то признаки, да, делать некоторые предположения относительно того, с чем может быть связана вся эта ваша ситуация. Значит, первое, то, что вы расстались с мужем, это травма, вам об этом уже сказал мой коллега. Второе, то, что вы говорите о том, что любите, я хотел бы вот немножко уточнить, что вы понимаете под любовью, как вы идентифицируете, что то чувство, которое вы испытываете, это именно любовь, и допускаете ли вы, что это не любовь, а если это не любовь, то что это тогда? Дальше. Вы пишете, что он вам изменял и обижал, и, с одной стороны, это всегда тяжело и неприятно, но, с другой стороны, это же история про контекст ваших отношений. Измена является следствием проблем в отношениях, а то, что человек вас обижал, ну, в какой-то степени связано с тем, как вы себя позиционируете сами. То есть, как вы сами к себе относитесь, если вы относитесь сами к себе не очень хорошо, то, естественно, вас будет обижать, и наибольшая вероятность того, что вас будет обижать, это именно от близкого человека, потому что близкий человек, как никто другой, видит и чувствует то, как вы сами, и вот к себе относятся. Поэтому здесь очень важно увидеть, что вы, ну, воспринимаете как обиду, да, то есть, вот, когда говорите, что он вас обижал, вот, здесь очень важно увидеть то, что вы говорите про него, что это вот он меня обижал, то есть, это вот он со мной, значит, ну, что-то делал, да, а я здесь выступал, как некий такой, ну, пассивный такой элемент, да, пассивный, который, вот, ну, очевидно, как-то вот ни на что особенно не влияет, судя по вашим словам, вот, и, собственно, вот, сама обида, вот, само вот это вот такое вот, ну, чувство, скажем так, да, да, чувство, обиды, оно возникает, как раз в силу того, что человек, ну, скажем так, очень много власти даёт, вот, значит, кому-то, то есть, ну, ну, другому своему партнёру, например, вот. А следующий очень важный момент, на который хотелось бы обратить, значит, ваше внимание заключается в том, что вы, вы говорите, что вы вели себя неправильно. Вот. А, и вот тоже такой интересный как, как, как вот, как, как мне кажется, момент, а, как именно вы себя вели, ну, то есть, если вот вы говорите о том, что вы себя вели, вели, неправильно, да, как это может быть правильно, то есть, что для вас здесь было бы, ну, вот, правильным, можете ли вы этот аспект, значит, ну, сформулировать для себя. Вы говорите, что вам стыдно, это, вот, чувство стыда, чувство стыда, того, что вам стыдно, связано, скорее всего, с подавлением определенных эмоций, вот, определенных, скажем так, желаний ваших, вот, и, на мой взгляд, вот, очень важно увидеть, какие они. То есть, ну, вот, если мы говорим, а, если мы говорим про, 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 стыд, да, вот, то вот, очень важно здесь, на мой взгляд, увидеть, с чем связан, с чем связан, стыд, вот, в целом. То есть, ну, вот, ну, вот, стыд, ваш, стыд, это, про что? Что ваш, стыд, ну, как-то вот, подавляет, скажем так, вот, это, очень, очень, такой, важный, как мне кажется, момент, на который, имело бы смысл, обратить, обратить ваше внимание. Вы говорите, брожили 23 года, и мы 50, мне 53, тяжело мне, тяжело от чего? Треться от того, что вы что-то потеряли в расставании с человеком, вот, чего-то вы лишили, ну, расставшись, расставшись с ним. Вот, и, собственно, нужно увидеть, с чего именно вы лишились, и, что именно вы потеряли, по вашему мнению. Вот. То есть, чего вам сейчас не хватает. На мой взгляд, вот, что, что вы говорите о том, что ваш новый мужчина воспринимается вами чужим, это связано с тем, что он просто не может вам дать, и не дает, того, что вы хотите. Вот. То есть, ну, как-то вот так это, по крайней мере, выглядит. для меня. Для меня это выглядит вот так, что вы в чем-то нуждаетесь, для меня выглядит это так, что вы чего-то хотите, вот, но вы, вот, в какой-то степени, да, получается, привыкли, значит, вы привыкли получать это от, ну, как бы, от человека в определенной форме, вы привыкли, привыкли это так, для себя, вот, видеть, так вы привыкли это воспринимать, вот, а, сейчас, получается, этого нет, буквально, вот, и вам от этого довольно тяжело и больно, и вы, вот, ну, не знаете в этом смысле, как это получить, вот, вот, тяжесть, то, что вы называете тяжестью, связано, значит, с одной стороны, с фрустрацией, то есть, это вот, вы фрустрируете, очевидно, довольно сильно, наше, это, это, первый момент, и второй момент, это то, что вас могут, как-то, вот, напрягать, фрустрировать, ваши, ваши, собственные, какие-то, потребности, которые, ну, у вас, не удовлетворены, судя по, судя по тому, что мы, ну, судя по тому, что мы видим, и вам, вот, очень, тяжело, это дается, очень тяжело, вы, это, переживаете, вот, поэтому, я думаю, что, прежде чем, ну, вот, в принципе, прежде чем, о чем поговорить, здесь, вот, возможно, нужно, все-таки, понять, сначала, о чем мы говорим, да, вот, предмет, то есть, ну, просто, что вставляет, предмет, так скажем, нашего обсуждения, прямо сейчас, вот, потому что, к сожалению, это, не совсем, очевидно, вот, несмотря на то, что, ну, мы понимаем, мы понимаем, что, есть, травма, у вас, мы это, прекрасно понимаем, мы это знаем, вот, что у вас есть, травматика, определенная, вот, но, нам нужно, нам нужно увидеть, в этом смысле, чего хотите, чего хотите вы, чтобы, как-то, ну, вот, знаете, скооперироваться, с вами, вот, и, чтобы у вас была, какая-то уверенность, в том, что, ну, и вы, и, значит, психолог, и идете, к, значит, к, чему-то одному, вот, к чему-то, такому, понятному, вам, хотя бы, понятному, да, вот, а вот сейчас, ну, к сожалению, ничего такого нет, и близко, и, вот, это, тоже может, само собой, ну, вас, как-то, ну, фрустрировать, вот, что, в принципе, нормально, в данном случае, ну, просто потому, что, вам, ну, болезненно, переживаете, вот, это все здорово, вот, как-то, как-то так, поэтому, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что, что, вам это было интересно, я буду благодарен вам за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам, значит, сформулироваться для себя основные постелаты, для работы над собой, для того, чтобы увидеть, вот, чего же вы хотели бы поменять, вот, и, собственно, начинайте работать, я думаю, что, изменения, в этом смысле, ждать себя, не заставят, вот, всего вам самого доброго, обращайтесь.